В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Праздничный концерт, посвященный Дню Сотрудника Органов Внутренних Дел Российской Федерации, прошел в Янауле 8 ноября. На защите прав и законных интересов граждан стоят настоящие профессионалы, достойно выполняющие свой служебный долг. Эти слова прозвучали в выступлении секретаря Совета района Вилени Гмадзянова. Он поздравил всех и служащих сейчас полицейских и ветеранов отдела, а также вручил почетные грамоты администрации района и благодарственные письма. Об успехах деятельности отдела доложил начальник отдела Министерства внутренних дел России по Янаульскому району, подполковник полиции Руслан Фатахов. Он также провел церемонию награждения и поблагодарил всех за службу. Также в этот вечер слова поздравления прозвучали от председателя Совета ветеранов отдела Бориса Александрова и председателя Общественного совета при отделе Рафаила Яхина. И, конечно же, по традиции концертные номера были подготовлены силами Управления культуры района и самими полицейскими. ПЕСНЯ 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 Воздух этих полей Воздух из значительных месяцев в мусульманском календаре Рабигуль-Ауваль или Месяцы Маулит начались во всех мечетях района, начиная с пятницы. 12 числа этого месяца родился пророк Мухаммед, и по традиции правоверные мусульмане эту дату чествуют в течение всего месяца. Каждая махаля организовывает праздник для своих прихожан по своему сценарию, но соблюдая единое требование – рассказами о жизни пророка, произношением нашидов и мунажатов. В деревне Ахтиал на празднике присутствовал имам Мухтасиб Фагим Хазрад Валеев. Он и рассказал присутствующим о жизни пророка. Историю возникновения празднования во имя великого пророка называют Маулитом. Он отмечается каждый год в 12 день месяца Раби-Уль-Ауваль в соответствии с исламским календарем. Маулит имеет статус государственного праздника во всех странах ислама. Он был введен на государственный уровень в 12 веке. Из всех праздников ислама Маулит является самым молодым. Муниципальный этап республиканского конкурса «Женщина-мать нации-2020» стартовал у нас в районе и продлится до 15 января следующего года. Конкурс проходит уже в четвертый раз и несет с собой главную цель – развитие институтов гражданского общества. Приять участие в нем могут все инициативные женщины, профессионалы своего дела. Подробнее о проведении конкурса рассказала председатель Общества башкирских женщин Янаульского района Республики Башкортостан Гульнара Валеева. В целях активизации Института гражданского общества и поднятия духовно-нравственного потенциала населения и оценки результата процесса деятельности женщин региональная общественная организация Общества башкирских женщин Республики Башкортостан совместно с Домом дружбы народов Республики Башкортостан и Башкортостанским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» проводит четвертый республиканский конкурс «Женщина-мать нации». Необходимо будет прислать портфолио, желательно в электронном виде, презентацию о себе. Необходимо будет прислать до 15 января 2020 года в Центральную районную библиотеку или занести по улице Ломоносова, 16 мы находимся. Второй этап будет проходить уже в городе Уфа, будет комиссия рассматривать эти работы и церемония награждения пройдет в городе Уфа в марте 2020 года. В номинации четко прописано, как она должна строиться. То есть «Женщина-культура», естественно, какой вклад в области культуры и искусства она достигла, эта женщина. «Бизнес-леди», допустим, какие благотворительные акции она проводила и как она узнаваема в районе или в городе. «Женщина-педагог», также ее достижения в области образования. Также, я уже говорила, многодетная мать, которая воспитала примерных детей. С нашего района участвуют активные женщины. В прошлом году участвовали даже 9 женщин. Поэтому будем надеяться, что и в этом году работы будут поступать к нам. Мы повезем на республиканский конкурс «Достойные работы». В мире насчитывается огромное количество профессий. И вопрос, кем быть, особенно остро стоит перед всеми старшеклассниками. Различные мероприятия в рамках тематической субботы, посвященной профессиональному самоопределению обучающихся, прошли в школах нашего района. Так, учащиеся средней школы номер один стали участниками круглого стола под названием «Твой выбор». В начале встречи ребята узнали о том, как именно нужно выбирать свою будущую профессию, оценивать ее актуальность и востребованность в настоящее время. Об этом им рассказал профессиональный консультант Центра занятости населения Гульназ Каюмова. На встречу со старшеклассниками были приглашены представители разных отраслей. Каждая из них с увлечением поведала о своей профессии. Так, о работе спасателя и требованиях в этой области деятельности рассказал начальник пожарно-спасательной части 109 Рамиль Мухаммедханов. Да, действительно, профессия пожарного, спасателя, она требует большой физической выносливости. Это не означает, что надо быть шкафом таким или, я не знаю, высоким. Просто, если вы представляете, например, такой вид спорта, как лыжный спорт, там вот выносливость, скоростная выносливость решает, ну как бы все. Поэтому те, кто трудятся у нас, наши пожарно-спасательные, да, действительно, слабаки уходят, остаются только выдерживающие ту нагрузку. Да, правильно, приходится принимать быстрые решения, потому что на кону стоит чья-то жизнь, нам приходится рисковать ради того, чтобы спасать чьи-то жизни. Да, риск необходим в нашей профессии, в наших уставах прописано, что пожарный должен рисковать даже ценой своей жизни для того, чтобы спасти жизнь других. О работе юриста, различной специализации юридической сферы деятельности и своем практическом опыте школьникам рассказал начальник отдела Янаульского межрайонного отдела службы судебных приставов Алмаз Гелязев. Эта профессия, она очень востребована на сегодняшний день, и я думаю, и в будущем она будет также востребована. Это очень многопрофильная профессия. Юрист, качество юриста, он должен обладать, во-первых, гуманитарными какими-то навыками, очень хорошей памятью, усидчивостью, знать, сидеть, учить, исследовательской работой заниматься, оказывать какие-то услуги, как уже было выше сказано ведущим. Действительно, это от адвоката до судьи, высшей степенью считается уж неформально стать судьей. Как в армии генерал, у юристов это судье. И здесь уже и материальное положение тоже зависит у юристов, это по-разному, начиная от юрисконсульта и заканчивая судьей. Требования, предъявляемые к юристу. Ну, юрист, я считаю, должен быть, во-первых, начитанным, еще раз повторюсь, обладать хорошей памятью, потому что, живя, как я уже говорю, в правом государстве, у нас каждый день буквально Государственная Дума, Нижняя Палата, Совет Федерации принимает законы. И надо постоянно ориентироваться в этих законах, в этих указах, в этих постановлениях правительства Российской Федерации и применять это все в повседневной жизни. О такой востребованной и популярной в нашем районе профессии, как нефтяник, поведала представитель нефтяной промышленности Лилия Имамова. Когда мы изучали свои профессии, я когда изучала это все, я как раз занималась, у меня была профессия инженера по борьбе с отложениями вот этих вот осложнений в скважинах. То есть по борьбе с АСПО, с эмульсией в скважинах, с солями, с коррозией, вот это, понимаете, сколько осложнений в скважинах бывает. И когда мы занимались, я выяснила, что вот эта Краснохомская группа – это уникальное месторождение в мире, где вот самое тяжелое негде добывается. Об особенности работы банковских сотрудников, тех качеств, которые требуются от них для успешного выполнения работы, рассказала управляющая Сбербанком Екатерина Морозова. Здесь не было профессии, на которую я собираюсь. Я очень сильно люблю биологию, но я еще не определилась именно с выбором. И я точно знаю, что я не пойду в МЧС, и на юриста тоже, это не мое. Но меня заинтересовала нефтяная промышленность. Именно вот химия, горные породы. Мне это показалось очень интересным. Я считаю, что такие мероприятия стоит проводить, потому что все равно дети видятся именно с представителями этих профессий, могут задать интересующие вопросы. И узнать намного больше, чем в интернете, потому что часто в интернете информация бывает невестоверная. Узнали о профессии еще больше. У нас теперь есть более большой выбор для будущей профессии. Стало легче выбирать, больше предпочтений стало. Мне больше всего понравилась профессия нефтяника. Она более подходит для моего характера. Мои желания более склонны к нефтянику. Да, я считаю, что эта тематическая суббота внеслась в многие изменения в моей дальнейшей жизни. Я узнал много нового, расставил все приоритеты для себя. И считаю, что эта тематическая суббота играет большую роль, и они очень важны. Примерный путь я для себя выбрал. Мне очень нравится профессия юриста. Может, это предпочтение останется в дальнейшем тоже. Ребята с большим интересом слушали и закрепляли свои представления о данных профессиях. Познакомились с типологией и различными их характеристиками. Получили советы и рекомендации. И, как планируют педагоги, в дальнейшем подобные беседы продолжатся уже с представителями других профессий. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.